Ансамбль «Кабардинка» выступает в 2019 году в Ульяновской области. Это знаменательно, потому что 2019 год объявлен в нашем регионе годом национального единства. Сегодня об ансамбле расскажет Владимир Кужев, балетмейстер, педагог государственного ансамбля «Кабардинка» и ведущий солист из Алина Гучаев и Сюзанна Гучаева. Владимир, вам слово. Просим рассказать об ансамбле «Кабардинка», о истории его создания и подробнее о программе. Какие танцевальные композиции вы привезли к нам? Добрый вечер всем. Рады мы в первую очередь быть в очередной раз в гостях. Мы были здесь в том году, в позапрошлом году. В прошлом году, да, извиняюсь. Коллектив наш создан, как уже сказали, в 1933 году. Составы менялись. В 2018 году у нас был юбилей 85-летия ансамбля. И наш тур приурочен к юбилею. Работаем мы танцами народов Кавказа, Северного Кавказа. Но у нас есть и свое адынское направление, которое мы сегодня вам представим. Ну, о программе хотелось бы. Вот название танцевальных номеров. Довольно любимых нами поэтов и писателей, в том числе это и Лермонтов, Белла. Программа максимально разнообразная. Мы надеемся, что мы сегодня сможем удовлетворить нашего зрителя. Поэтому всем добро пожаловать на концерт. Будем стараться. Вы тоже, пожалуйста, нас поддержите, потому что дорого было Дания. И плюс ко всему, мы второй раз к вам приезжаем. И как минимум не хочется снизить планку прошлогоднего концерта. И как каждый новый город для нас это новое ощущение. При том, что программа одна и та же, полтура у нас идет. И волнение мы испытываем в каждом городе по-новому. Поэтому и от вас, и от нас зависит успех этого концерта. Спасибо. А скажите, вот тур на строне, в том числе и в Ульяновске, в который входит... Сколько городов? Какие входит? Где вы уже выступили до Ульяновска? До Ульяновска мы начали с Самары. Ну, именно если вот этот тур брать, это Самара, Пенза, Самара, Тольятти, Ульяновск. Следующий город будет Северный Кавказ и Екатеринбург. Также мы до этого прокатали, обкатали, можно сказать, эту программу по Северному Кавказу. Ну и в принципе, пока так. Да, у нас был большой юбилейный концерт в концертном зале имени Чайковского в Москве. Ну, пока, не знаю, может быть, еще продолжим. Пока располагаем только эту информацию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как создаются музыкальные программы, в чем вы находите вдохновение? Вдохновение. К сожалению, мы в этот раз приехали без оркестра. Мы бы могли вам предоставить, показать большую работу. У нас наш оркестер подготовил новую большую программу. Но, к сожалению, так получилось, что они не приехали. А в принципе, в основном наши номера, как сказать, это все традиционные номера, поэтому я не могу сказать, что по какому-то вдохновению они были созданы. Они просто были перенесены из разряда бытового танца в разряд сценического танца. Ну, как я сказала, остальные сюжетные номера, наверное, наш руководитель каким-то произведением был более благосклонен, поэтому это все было перенесено на сцену. Я бы хотела спросить про костюм. Всегда национальные костюмы, они испытывают какое-то современное влияние. Насколько у вас сохранилось, соответствует старинным адыгским или черкесским костюмам? Наш костюм полностью совпадал, как и в эстонных 200 лет назад. Полностью у нас, когда шутся костюмы, были архивные материалы, фотографии. И из этих фотографий уже делают костюмы. Единственное, да, предназначение, например, это газы, да, готовые пуды к работе. Но это просто украшения, кинжалы. Они не боевые, просто украшения, сценический костюм. А так это полностью боевой костюм черкесии. То же самое насчет волосы. Уважаемые слушатели, уважаемые семьи, есть вопросы к нашим гостям? Наверное, нет. Тогда мы вас... Скажите, пожалуйста, Насколько оперативно и с каким восторгом, с проектом мы приняли приглашение приехать сюда, на концерт в Ульяновске? Я думаю, что мы их тоже забрали. Мы как бы акцентируем на... Вот в прошлом году мы ездили, то же самое, да, и когда разговор был, куда будем, да, какие города будем посещать, естественно, да, где лучше принимали, мы уже пытались как-то тут наш, дорогу округ прокладывать через те города, которые лучше всего принимали. Здесь, по прошлому году, мы не в этом зале выступали, рядом другой зала, я не помню название, но очень хорошо понимали, что тут зрители хорошие были. И решили вот именно по этим городам, которые больше по меня здесь двигаются по-русски. Спасибо за купление. У меня нас запланировано было. Надеемся, что и в дальнейшем он тоже будет запланирован. Мы рады вас видеть на нашей сцене. Продолжение следует...